Звездой первого майского уикенда стал посол США в Баку Марк Либби. Он буквально перевыполнил план по шагам, способным серьезно охладить двусторонние отношения. Сначала Либби обратился к властям Азербайджана с просьбой освободить журналистов, которые, по его мнению, демонстрируют приверженность свободе, что в переводе с американского дипломатического, не путать с английским лингвистическим, выступают с яркой критикой правительства, направляют свою деятельность на дестабилизацию ситуации в стране, ведут, так сказать, подрывную работу. И все это по методичкам из Ленгли. Взращенный Юсейтесоросом медиагрантаеды в каждой из стран, где США пытается искоренить независимую политику и навязать свои интересы, является важным компонентом оранжевых революций и переворотов. Сегодня, когда Грузия выбрала собственный путь развития и больше не живет по указке Госдепа, а Армения, где хоть и второе по численности американское дип-представительство, а Пашинен из тех самых журналистов-соросят, приведенных к власти на волне протестов. Все-таки колеблется, выбираясь из объятий Москвы, нужны ли ей не менее крепкие объятия Вашингтона. Азербайджан четко привержен политике, основанной исключительно на собственных государственных интересах и обслуживать чьи-то аппетиты в регионе не намерен. Независимая, взвешенная политика Баку, лидирующая позицией нашей страны в региональных объединениях и не только, достаточно вспомнить движение неприсоединения или организацию тюркских государств. Совершенно очевидно, Америке не по душе. И встреча Либби с оппозицией, как водится под вуалью псевдодемократических ценностей, не что иное, как суетливые уловки, словно у наперсочника с вокзала. Ввяжешься с таким в игру, точно будешь в проигрыше. А мы и не играем. Мы терпеливо ждем, пока посол США и те, кто за ним стоит, сами сыграют. Да только в ящик. Либби процесс уже начал, заявив в интервью своему же карманному азербайджанскому офису Радио Свобода о нежелании ехать в шушу. Понятно, что возвращенные территории немного отличаются. Здесь нужна еще большая координация. Однако я не хочу быть участником чего-то шоу, чтобы ездить куда-то. Поэтому, когда придет время сделать это, я это сделаю. Чем для Либби Шуша колыбель азербайджанского Мугама отличается, скажем, от Агдама? Почему дань уважения победе в освободительной войне для него шоу? Очевидно. США дают понять, что признают территориальную целостность Азербайджана только на словах. Знакомый уже всему миру почерк Белого дома. Мы привержены принципу единого Китая, но вооружен Тайвань. Возвращение Карабаха и восстановление суверенитета Азербайджана абсолютно не входило в планы США. Привыкшая действовать не мудрствуя лукаво, по принципу разделяй и властвуй, что, к слову, было понятно еще в бытность почившего в бузе минской группы ОБСЕ. Не нужна США и разблокировка коммуникаций, в частности, Зангезурский коридор, который снимает санкционную удавку с России и сыграет заметную роль в развитии среднего коридора, пошатнув финансовую стабильность Запада. Тут мало что Москва и ЕАЭС в выигрыше, так еще и в торговом противостоянии с Западом Пекин получает козырного туза в колоду. Но как бы Либби такими темпами не пойти, ой, то есть слетать за консультациями, как это сделала уже однажды Ан Буайон. А по возвращении даже на просьбу посетить Шушу получить отказ.